Я хочу пригласить вас на первую персональную выставку Евгения Гороховского. Еще несколько месяцев тому назад это было бы невозможно, если бы не случай. Через год после того, как не стало Жене осенью 22-го, я готовила мастерскую для передачи другому художнику. В самом дальнем углу кладовки обнаружила тщательно упакованную металлическую коробку кинопленку. Подумала, что это тот самый фильм, который был снят на новосибирском телевидении в 1980 году о его первой персональной выставке. Оказалось, это всего лишь рабочие материалы, к тому же без звукового сопровождения. Но для меня они бесценны. На них Жене всего 29 лет. Вместе с куратором Галиной Лаевской, искусствоведом и директором выставочного зала Дома ученых «Академгородка» он готовит свою первую персональную выставку. Останавливается возле работ, отвечает на вопросы. Я подумала, что, возможно, кому-то будет интересно узнать, как начинался творческий путь художника Евгения Гороховского. В это время он прежде всего театральный художник. За 6 лет службы в Новосибирском театре «Красный факел» Женя оформил 24 спектакля. На выставке представлены 6 макетов, 13 эскизов театральных декораций и 69 эскизов костюмов. По мнению театроведов, уровень его театральных работ стоит вровень самым высоким, что делалось в этой области. И не только в Новосибирске. Дипломный спектакль «Радуга зимой» по письмам Михаила Рощина Женя оформил в Тюзе во время учебы на постановочном факультете школы-студии МХАТ. Один из эскизов к нему он показал в «Академгородке». В этом эскизе отчетливо просматривается тема противостояния двух миров. Вверх отдан миру мечты, полному воздуха, светящихся окон, над ним парит та самая радуга, которой не бывает зимой. Оттого художник повесил ее на веревочках. Эскиз, решенный художником в оттенках голубовато-белых тонов, как бы вставленных в коричнево-серую раму, соответствовал общему настроению пьесы и спектакля. Постановку спектакля «Правда, хорошо, а счастье лучше» критики приняли неоднозначно. Причиной этого, скорее всего, стало непонимание замысла создателей спектакля, которые, следуя за Островским, воплощали игровую, комедийную стихию пьесы. На сцене был возведен мощный забор неправдоподобно голубого цвета. Он же присутствует в эскизе, на котором мы видим садовника, постоянно крадущего яблоки из сада купчихи. Над порталом сцены висели угрожающие огромные яблоки, в обстановке купеческого дома преобладали гигантские кованные сундуки и кричащие расписные ситцы. Во всем этом царил глумливый и озорной стиль кича, как было сказано в одной из рецензий. Таким было решение спектакля. Становщики сознательно жертвовали правдой жизненной ради правды театральной. Макет, как и все другие, выполнен художником собственноручно. На заднике пейзаж замоскворечья вместо действия пьесы забор, яблоки на деревьях и огромный сундук символ купеческого богатства. Рецензенты отмечали также мастерство художника в исполнении эскизов костюмов. Исторически точных, не перегруженных деталями и гармоничных по цвету. В 1980 году написаны три эскиза к спектаклю «Красавец-мужчина», который Женя оформлял в Малом театре. Отзывы прессы о сценографии спектакля были только положительными. Насколько удачными стали эскизы декораций, можно судить потому, что все три в настоящее время находятся в Музее истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля. «Я могу только предположить, о чем так увлеченно рассказывал Женя, остановившись у одного из эскизов». Большую часть пространства сцены занимает открытая терраса. В ее центре взору зрителей открывается панорама сада и павильон, вывеска которого указывает на рекламу парижского модного дома. Эта деталь, как и фотокамера, столь популярная в России в 80-х годах XIX века, весьма значимая в циническом решении. Вставки монохромной живописи «Прием декорационного гиперреализма» напоминают о том, что внешней, поверхностной жизни красавцев, мужчин и жен противостоит иная жизнь. Симметрично расположенные беседки привлекают наше внимание не столько тщательно выписанными фигурами знатных гаража, сколько своей окольцованностью. Поэтому не лишним будет вспомнить метафорическое выражение «замкнутый круг» как символ исчерпанности и даже бессмысленности таких-либо действий. Все мы помним «Пушкинская» и «Завтра», то же, что вчера. Эффектно использован и фотографический прием негативного изображения. Цветные акценты на фигурах персонажей подчеркивают их значимость в сюжете пьесы. Рецензенты отмечали костюмы, выполненные по эскизам художника, вписывались в цветовую гамму оформления спектакля, тем самым подчеркивая зависимость героев от материальной стихии жизни. Субтитры создавал DimaTorzok В 60-летию Акцентрской революции в «Красном факеле» была осуществлена постановка популярной в то время пьесы Михаила Шатрова «Большевики». Как бы мы ни воспринимали тогда и сейчас произведение подобной тематики, важно другое – отношение художника к работе. Когда Женя узнал о том, что два его эскиза декорации к этому спектаклю будут напечатаны в юбилейном альбоме Новосибирского союза художников, он написал Анатолию Брицуку, работавшему над макетом издания. «Я старался не халтурить тогда, да и вообще мне это не свойственно». Письмо от 9 ноября 2013 года. В отзыве известного театрального художника и педагога Михаила Курилко было сказано «Эскиз к драме Шатрола «Большевики» поражает неожиданной остротой решения темы. Скупой по цвету, контрастный по вспыхивающему боковому свету, он точно рассказывает о времени и о событиях Гресса. Музыка Гресси, «Большевики» 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 В эскизе декорации к спектаклю «Таланты и поклонники» художник сочетает мотивы прозы жизни и атрибуты сценической ордерной архитектуры. В центре сцены на сцене унылый серый пейзаж заштатного российского городка. На переднем плане фасады столь же бесцветных особняков. Макет дает представление о сценическом оформлении, в котором декорации были подвижны. Перед зрителями возникал или закулисный мир театра, или окрестности городка, или квартира главной героини. Иное, предельно игровое, живое и изобретательное пространство было создано в спектакле «Живший из Будапешта». На фоне яркого лоскопного задника с куполами собора Василия Блаженного была построена мастерская молодых художников. Веселый молодежный мир. К сожалению, не всем театральным замыслам было суждено сбыться. Но продумывание концепции их оформления побуждало создавать работы иного, живописного плана. Прежде всего, это характерно для эскиза к Чеховскому вишневому саду, который выполнен в романтической стилистике. Для эскиза к пьесе «Мятеж», в центре которой массовые сцены борьбы за советскую власть в Средней Азии, характерен всемирный масштаб происходящего. Пространственная глубина создается здесь вибрацией тончайших оттенков бело-голубых тонов, а цветовой контраст помогает воссоздать тревожную атмосферу событий. Помимо театральных, в Академгородке были представлены пейзажи и натюрморты. 11 живописных работ. Датюрморт с рыбами, свежие цветы. Они создавались на случай. Как правило, это были подарки на дни рождения близких людей. Художник не стремился к точности изображения. Напротив, часто прибегал к деформации предметов. Но, возможно, потому эти застывшие мгновения и выглядят такими живыми. Непременный герой картин – непридуманный сиамский кот Булза. Здесь он основательно устроился на стуле, а здесь как будто только что проснулся, привстал и пристально смотрит на вас своими сияющими глазами. И еще, если внимательно присмотреться, может показаться, что есть кто-то невидимый, кто постоянно наблюдает за вами из-за акуния. Женя писал о том, что в те годы он почему-то любил рисовать закат солнца во всех видах. Одной из первых работ, в которых решалась задача распределения светлых и темных зон, стала картина, которая позднее получила название «13 часов 31 минута». На ней русская борзая лежит в левом нижнем углу на темно-коричневом асфальте на фоне ярко освещенного угла здания, состоящего из одних карнизов. Особое место на выставке отведено работам, получившим хронометрические названия. Позднее Женя писал о них. Поначалу мне казалось, да, ну и было так, что картины не нуждаются в названиях. Все они были как бы без названия. Потом наступил период, когда подходящими казались названия вроде «14 часов 0,1 минута», «14 часов ровно». Мне они казались исполненными смысла, так как, во-первых, были достаточно абстрактными, чтобы выражать идею без названия. Во-вторых, отображали конкретное время события, происходящего в картине. И главное, в своей нумерологии означали сакральную, мне самому не до конца понятную идею магии чисел. Я почувствовала это еще во время написания картины «14 часов ровно». Называть сюжет, на котором кроме столбов и заборов не было почти ничего, было по меньшей мере несовременно. Но я тогда почувствовала, что картина не о материальном, а о чем-то другом. И еще одна раздумина, мне кажется, очень важная. Думая о своих работах, мне хочется заострить эту мысль. Вижу, что необходимо убрать событийность до минимума, искать никчемные сюжеты и не терять, а больше вскрывать эмоциональность. А насколько она прочитывается в работах художника, решать только зрителям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok